Всем привет! Я думаю, что многие готовят, многие любят готовить и готовят не только свои, да, какие-то рецепты, которые передаются из поколения в поколение, вот, но и готовят что-то новенькое, берут какие-то рецепты из YouTube там или еще откуда-то. И я в том числе, и сегодня мы с вами будем готовить по рецепту из интернета. Блюдо будет называться суфле из консервированной горбуши, и для этого нам понадобятся консервы рыбные, горбуша или лосось. У меня это горбуша, картофель, картофель у меня уже подготовлен, его останется только отварить, яйцо куриное, яйцо куриное 4 штуки, молоко, лук репчатый, соль, перец. Первым делом нам необходимо отварить картофель. Берем лук и мелко его нарезаем. Берем сковороду, добавляем подсолнечного масла, выкладываем лук и обжариваем до золотинки. Картофель закипает, я сейчас подсолю и добавлю один листочек лаврушки. Лук помешиваем для того, чтобы он не подгорел. Содержимое консервы выкладываем в глубокую тарелку и все разминаем вилкой. Берем яйца и отделяем белки от желтков. С картошки слили воду, размяли, добавляем сюда желтки, молоко, лук и приправы. И все тщательно перемешиваем. Лук. И рыбу. Добавлю немножко перчика и соли. Теперь берем наши белки и взбиваем их до воздушного в облако. Выкладываем всю форму для запекания. Сначала, конечно же, картофель. Разравниваем все. И сверху выкладываем наше облако. Все аккуратно разравниваем и ставим в духовку. Температура в рецепте, кстати, не указана, при какой запекать. Поэтому я поставлю 180 градусов. Ну и примерно буду смотреть по времени, сколько будет запекаться. Как только наше облачко подрумянится, значит, все готово. Так, постояло 45 минут у меня и покрылось корочкой. Красивой такой румяной корочкой. Я думаю, что уже достаточно. Буду сейчас доставать и пробовать. Ой, какая красота. Аромат какой обалденный стоит. Вы не представляете себе. Ну, если честно, суфле у меня, конечно, не получилось. Ну, на вкус тоже классно. Мне, по крайней мере, нравится. Это хлеб? Это я пробовал сделать суфле, суфле у меня не получилось. Но получилось тоже вкусно. Ну, мне нравится. Я не знаю, тебе понравится, не понравится. Не знаю, мне понравится. Слеба очень вкусная, но я не могу понять, потому что очень горячая. Ну, подожди, остынет-то немножко. Ну, я хочу есть. В общем, я больше такой рецепт делать не буду. Мне не очень понравилось. Юля распробовала, сказала, что вкусно. Съела все. Кипяток? Кипяток? Ты что? Не убить меня сегодня хочешь? Ты что, не трогаешь, что ли, вообще? Нет, я не поняла. Ужас. Юль. Ты хоть видишь, что тут здесь, пап? Мой язык вот такой уже просто. Это очень вкусно. Спасибо, Зая, очень вкусно. На здоровье, любимая. И как там ел? Утром выходили погулять с Индипопой, она что-то в туалет не сходила. Вот, пошли второй раз гулять. Часто уже, наверное, сходит. Очень радует погода в Краснодаре. У нас сегодня плюс 18, солнышко. Совсем еще чуть-чуть и будет жара и лето. Эй, Синдюша, домой-то пойдем, нет? Гулёна, пошли домой. Ой, ой, как все надо. Мух ловить надо, насекомых ловить надо. Стала ведь под забор и нос ссувать эта маленькая девочка. Хочет сбежать. Да, хулиганка? Нет, нет, не пущу. Хочу сегодня поговорить с вами о подарках любимому. Да-да, любимому. Почему любимому? Да потому что меня смотрит в основном женская аудитория. Многие задумываются о подарке своему любимому только-то когда? Когда уже приспичит. И это видео будет полезно для вас. Но только если у вас есть машина. Потому что я вам покажу те вещи и предметы, которые вы можете подарить своему любимому именно в машину. Первое и не очень дорогое сетка в багажник. Незаменимая вещь в любом автомобиле. Эта сетка у меня стояла сначала в Toyota Camry. Затем в Toyota Fortunery. И теперь у меня на Toyota Prado. Сетку, которую я купил оригинальную. Я не стал ставить, потому что она маленькая. А вот эту я покупал в обычном магазине. Я уже не помню даже в каком. Еще это было давным-давно и в Челябинске. И она у меня очень хорошо здесь вписывается. Также вы можете купить еще и обычную вот такую вот горизонтальную сетку. Для того, чтобы никакие предметы по багажнику у вас не бегали. Ну, типа футбольного мяча, например. Набор автомобилиста. В набор вы можете положить все, что угодно. Огнетушитель, перчатки, трос, аварийный знак. Да все, что угодно. Также можно туда бросить пачку влажных салфеток. Для того, чтобы, ну, когда муж испачкается, он мог элементарно вымыть, вытереть руки. Скоро лето и жара. И вот эта вещь будет незаменима для всех автомобилистов. Обычная фольгированная вот такая накидка на лобовое стекло. Обычная универсальная автомобильная тряпочка для мытья машины. Мелочь, а приятно. Часто ставите машину во дворе? Купите секретные гайки, не пожалеете. Электрический насос в удобной сумке, мне кажется, подойдет любому автолюбителю. Часто ездите на важные встречи и переговоры, и у вас всегда должен быть с собой пиджак или рубашка. Купите плечики для того, чтобы они у вас не мялись. А этот подарок полюбят ваши дети. Телевизор в машину. Очень полезная, хорошая вещь. Беспроводной зарядник. Если ваш супруг часто ездит на дальние рейсы, подарите ему рацию для того, чтобы он был в курсе всех дорожных событий и мог общаться с другими участниками дорожного движения. Антирадар. Пожалуй, самая полезная вещь в автомобиле. На дорогах города стало очень много видеокамер. Этот малыш вас всегда предупредит о них. У меня он на магните. А базы данных для этого малыша постоянно обновляются. Видеорегистратор скрытой установки. Это регистратор AV-Line. Очень классная штука. Стоит у меня со времен Camry. Стояла на Camry. Затем стоял на Fortunery. И теперь на Prado. Wi-Fi роутер. Для тех, у кого головное устройство Android. Этот роутер раздает на всю машину. И все пассажиры могут пользоваться моим интернетом. Я надеюсь, что вам было интересно. Со мной ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, ребята. Удачи!